Архимед Мухаммедов провел селекторное совещание с акимами всех уровней, в ходе которого рассмотрели вопрос завершения отопительного сезона и подготовки на предстоящий отопительный период. В целом, по итогам текущего отопительного сезона, все предприятия жизнеобеспечения области и объекты социальной сферы работали стабильно. Также были рассмотрены вопросы проведения двухмесячной санитарной очистки, благоустройства и изеленения населенных пунктов области. В 2022 году на развитие объектов теплоснабжения выделено более 3 миллиардов 700 миллионов тенге для реализации восьми проектов. На текущий отопительный период акиматами городов-районов заготовлено 458 тысяч тонн угля. Для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел без сбоев, на территории региона запланировано отремонтировать крупные теплоисточники области. На 2022-2023 годы, а именно на ТЭЦ ГКП Кустановская ТЭК, планируется капитальный ремонт парового котла номер 5, замена питательного насоса агрегата номер 3 и 4, замена сетевого насосного агрегата номер 7 и капитальный ремонт подогревателя сетевого воды номер 4 на сумму 93 миллиона 413 тысяч тенге. На сегодняшний день завершается реализация проекта по переводу котельной номер 2 на ТЭЦ с вводом в эксплуатацию двух паровых турбин мощностью 7 мегаватт на общую сумму 1 миллиард 178 миллионов тенге, установленных в рамках программы ЕБРР. Данный проект позволит снизить расходы газа и выработать электроэнергию на собственные нужды котельной с отпуском электроэнергии в сеть. Ориентировочный срок запуска турбины котельной номер 2 в ноябре месяца текущего года. За эти 4-5 месяцев все абонентские службы надо подключить. Уменьшить надо кредиторскую задолженность. Финансовое оздоровление и коммунальные предприятия мы должны провести. Если они пойдут на новый отопительный сезон с долгами перед газовиками, Костронсгаза, Аймак, перед поставщиками электроэнергии, Фарфайтери, Брэд, другие предприятия, то большие проблемы будут. Долги надо за этот период. То есть взыскать из должников три категории. Это юрлица, физлица и прочие социальные категории. Деньги мы социальным нашим предприятиям выделяем. В ходе совещания Архимед Мохамбитов рассмотрел темпы реализации проекта Аул Ельбесега. На сегодняшний день в 517 сельских населенных пунктах проживает более 350 тысяч человек или 41% населения области. С 2019 по 2021 год в рамках проекта Аул Ельбесега реализовано 216 проектов на более чем 14 миллиардов сенге. На текущий год выделено 7,5 миллиардов для реализации 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах, в которых проживает около 40 тысяч жителей. Данные средства направлены на водоснабжение двух сел Карасутского района, это Амангелли, Люблинка, строительство дома культуры в селе Ершов Кузнукольского района, проведение капитального ремонта 11 объектов социальной сферы, в том числе 8 сельских средних школ, а также на завершение 5 проектов, которые реализуются с прошлого года. Кроме того, на средний ремонт 56 улиц с населенных пунктов протяженностью более 63 километров в 24 селах. В настоящее время из 75 проектов, которые планируется в текущем году, по 61 завершены конкурсной процедурой, а по остальным на стадии завершения. По этому вопросу глава региона заслужил акимов сельских округов. Развитие сел, поселков и аулов имеет важное значение в создании благоприятных условий для жизни сельского населения. В особенности отрадно, когда свои средства и силы в развитие родного края вкладывают местные предприниматели. Благодаря существенным изменениям в работе сельского округа, предприниматели в рамках социальной ответственности бизнеса тоже принимаются непосредственно участие в благоустройстве и развитии населенных пунктов. За последние три года в развитии социальной инфраструктуры предпринимателям отложено более 750 миллионов тенге. Наибольший вклад внесло куло-железнодорожное АМФ в лице директора Артемка Максим Федоровича. Который построил спортивный комплекс «Триумф» в селе «Железнодорожное» с благоустройством прилегающей территории стоимостью 230 миллионов тенге. В 2021 году реконструировано заброшенное аварийное здание в центре села «Железнодорожное» под жилой многоквартирный дом стоимостью 273 миллиона тенге для молодых специалистов, пребывающих на работе в сельском округе. Приобретено медицинское оборудование на сумму 30 миллионов тенге для Октябрьской сельской больницы. Внедрение четвертого уровня бюджета оказало положительное влияние на динамику развития округа и позволило оперативно активным сельским уровнем перераспределять бюджетные средства на решение наиболее острых вопросов населенных пунктов. Особенно хорошая работа идет с сельхозтоваропроизводителями. Господин Артемук Максим Федорович помогает. Построил спорткомплекс «Триумф», восстановил дом многоэтажный. Половина квартир распределили. Среди работников данного ТО, половина отдали работникам бюджетной сферы. Это вот хороший пример. Но в вашем сельском округе есть, кроме Артемука, еще 45 крестьянских хозяйств. Вот они активно участвуют или не участвуют в жизнедеятельности вашего села, округа? Да, Виктор Бигжанович, смотря на показатели Максим Федоровича, все тоже стремятся к этим показателям и тоже участвуют в благоустройстве сельского округа. Также был рассмотрен вопрос проведения двухмесячной санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов области. Стоит отметить, что уже с 14 апреля начался двухмесячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов области. Правление энергетики и ЖКХ на еженедельной основе будет вести мониторинг проводимой работы в данном направлении. По итогам 2021 года в период проведения субботников акиматами городов и районов представлена информация о вывозе всего 152,9 тысяч тонн ТБО, твердобыдовых отходов. Лидерами по вывозу мусора в период проведения санитарной очистки за 2021 год является Узункольский район, Камыстинский район, Медыгринский. Аутсайдером по вывозу мусора на полигон ТБО является Наврузумский район, города Кустанай и Листяковск. В 2022 году необходимо выполнить посадку 24 миллионов сеянцев, что в 5,9 раз больше посадки 2021 года. Если говорить по породам, то сосны необходимо посадить на площадь 2,6 тысяч гектаров. Это 17,5 миллионов штук. И березы на 1700 гектаров 6,6 миллионов штук. В целях выполнения нашей области объемов комплексного плана в январе 2022 года из областного бюджета было выделено 735,6 миллионов тенге. То, что мы упустили за последние 2 года, не доработали за 2 года, должны наверстать и доработать скверы, парки, площадя, набережные, окраины, села, города. Все должны очистить. В первую очередь это надо убрать мусор, который у нас, как мы говорим, подснежники. Выходит, снег расставил, мусор появился. В завершении совещания Архимид Мухаммедов поручил Акимам городов, районов, руководителям областных управлений держать на контроле реализации проекта фаул Ель-Весага, а также провести все соответствующие мероприятия в период проведения двухмесячника санитарной очистки, благоустройства и зеленения населенных пунктов. Владислав Иваченко, Руслан Жабаев, телеканал Кустанай. Редактор субтитров А.Семкин